Чтобы его поднять на этот участок, мне нужно завести сюда 100 машин. Этот участок Николай получил по госпрограмме, то есть бесплатно. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющих трёх и более детей. Собственность бесплатна для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, либо для ведения садоводства, либо для ведения огородничества. Земля есть, но строить здесь невозможно, утверждает Николай Матюшин. Вода стекает в котловину, на дне которой уже растут мелкие деревца. Приехал на участок подготавливать, смотрю, здесь подняли дорогу. Дорога очень поднята высоко, получается почти два метра. Здесь необходимо примерно 1200 кубометров грунта. Это, по подсчётам главы семейства, минимум полтора миллиона рублей. Таких денег у Матюшинах нет, но и в бюджете города средств на это не предусмотрено. После обращения в администрацию города, участок предложили поднять за счёт средств мецената. Но Николая не устроила качество материала. Я смотрю, это просто болотная глина. Северянин уверен, от грунта будет зависеть устойчивость фундамента. В администрации же отмечают, что дом будет стоять на винтовых сваях, которые уходят в землю на 6 метров. А значит, слой в метр или два на конструктиве не скажется. Да и другого грунта, по словам городских властей, рядом попросту нет. Несмотря на отказ, предложение в безмозмездной помощи остаётся в силе. Если не удовлетворить данный грунт для цепки части территории, то мы готовы в этом плане ему помочь. За счёт средств бюджета в микрорайоне Радужный будут прокладывать инженерные сети, газы и водоснабжения. А вдоль всех участков оборудуют систему ливневой канализации. Так или иначе, готовый сруб для дома, также часть льготы, уже ждёт на заводе в Таркасале. Николаю необходимо забрать его в ближайшее время. Тагир Валиди, Владимир Зелинский. Время Ямала. Салихард.